Тыдень 10-й без пеки скончился 22-го высоковека. Школьники пошли на вакации, а инспекторы вырешили подрехтовать киролцев до этого периода. Причем оригинальным способом для могилевских аутоаматеров – беспроигрышная лотерея. 16-го по 22-го проходила неделя детской безопасности. Закончила она довольно-таки необычным концертом и розыгрышем специальных удерживающих устройств. Ну, лотерея была у нас вообще беспроигрышная, кроме специальных удерживающих устройств разыгрываются еще дисконтные карты на скидку на автозапчасти и также азбуки безопасности дорожного движения для детей. Это уже финальный этап акции. Концерт – подарунки для переможца. Упреподтримцы спонсору для счастливчиков – вот такие прилады. И они адаптуются рамень безопасности под рост детяти. Водители, которые хотели участвовать в розыгрыше, заполняли купон. И вот на концерте участвовали путем того, как ребенок вытягивал этот купон и просто зачитывал фамилию победителя. Подобные купоны мог отримать абсолютно любой кировца. Дорожно-патрульная служба подчас назирания за рухом, дисциплинованным удельникам пропонувала заполнить анкету. Для того, чтобы отримать приз, треба было просто заявиться на встречу. Когда ехал на работу, автоинспекторы вместе с телевидением стояли на перекрестке и там что-то снимали. Останавливали, снимали. Мне нужно было оставить машину. Я подошел к автоинспектору, спросил, можно ли здесь оставить машину. То есть не помешает ли съемкам. Автоинспектор бежливо сказал, что можно. И записал мои данные, попросил поучаствовать в викторине. Вот так как бы и случилось. Такие розыгрыши инспекторы разбираются проводить регулярно. Мабысь навык с розным акцентом на доспеку. Плюсов отразу некольки. И опошнее зараз дети над подшинку тому кировцам повысить концентрацию, а батькам контроль и уластный приклад.